Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. И сегодня с нашим гостем будем говорить о разработках Института радиологии и об их роли в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Присоединяйтесь! Александр Григорьевич Подоляк, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия Института радиологии. В 1992 году закончил агрономический факультет Белорусской государственной и сельскохозяйственной академии. В апреле этого же года был принят в белорусский филиал Всесоюзного НИИ «Сельскохозяйственные радиологии». В дальнейшем Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие Института радиологии на должность инженера-радиолога. До 2003 года работал в лаборатории защитных мероприятий в растениеводстве. Окончил аспирантуру и в 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию с присвоением ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности агрохимия. В 2005 году получил ученое звание доцента по специальности экология. На протяжении пяти лет занимал должность заведующего Гомельским территориальным отделом сельскохозяйственной радиологии Института почвоведения и агрохимии Нан-Беларуси. С 2008 года занимает должность заместителя директора по научной работе Института радиологии. Александр Подоляк подготовил и опубликовал в соавторстве с коллегами более 200 научных работ и 6 монографий. Сейчас работает на диссертационной работе на соискании ученой степени доктора науки по специальности радиобиология. На вопросы, которые касаются деятельности Института радиологии, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомере 77 68 45. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. За 31 год, которые прошли со дня аварии на Чернобыльской АЭС, наша страна накопила вынужденный, но очень ценный опыт ее преодоления. Скажите, пожалуйста, какая часть этой работы возложена на Институт радиологии? Ну, что касается Института радиологии, он был образован 3 июня 1986 года, то есть сразу же после аварии на Чернобыльской АЭС, как уже было сказано при характеристике меня. Значит, это был белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, который находится в Обнинске, Калужская область Российской Федерации. С первых своих дней существования институт занимается разработками контрмер в образе сельского хозяйства. Значит, также институт и сотрудники института принимали активное участие в разработке научных основ реабилитации загрязненных территорий. Также мы участвовали в разработке законодательной базы. За этот период было разработано порядка 90 законов, которые были связаны и с других нормативных актов, которые определяют сегодня радиационную безопасность на данных территориях. Что касается нашего института, мы находимся сейчас в структуре Национальной Академии Наук Республики Беларусь. В институте работает порядка, в научных подразделениях, это 6 научных подразделений, работает порядка 40 человек, из которых один имеет ученую степень доктора наук, 11 кандидатов и 22 человека без ученых степеней, которых есть перспектива защитить и кандидатские, и докторские диссертации. Одно из перспективных направлений, которым сегодня занимается институт, это все-таки организация мониторинга в агрокосистемах нашей строящейся Белорусской атомной станции. И еще, конечно, мы занимаемся такой важной и ответственной работой, как информирование населения о непосредственной радиационной обстановке, о разработках каких, о образе жизни на данных территориях. Что касается основного такого направления, за счет чего финансируется сегодня институт, мы являемся головной организацией-исполнителем направления, которое называется «Научное сопровождение и совершенствование информационной работы в рамках государственной программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы на 2011-2015 и на перспективу до 2020 года». Исчерпывающе представили институт. Ну что ж, в этой информационной работе как раз сегодня мы будем вам помогать. Александр Григорьевич, какая проблематика в такой обширной отрасли знания, как радиология, для вас наиболее интересна, как для ученого? Ну как для меня, для ученого, я являюсь по специальности агрохимиком-почвоведом и в принципе вся моя научная деятельность больше связана с этим направлением. Это сельскохозяйственная радиология на сегодняшний день, это разработка зашитых мероприятий для сельскохозяйственных предприятий, которые сегодня производят сельскохозяйственную продукцию на данных территориях. Вот. Ну, с одной стороны, я являюсь администратором, поскольку моя должность – это заместитель директора по научной работе, но, конечно, мне больше нравится заниматься наукой. Как любому ученому, конечно. Кому же нравится быть администратором, есть свои. Я также на общественных началах являюсь руководителем одной из ведущих лабораторий института. Лаборатория называется «Радиоэкология торфяных почв». Вот. И в данной лаборатории реализуются все мои наработки, все мои идеи. Ну, вот. Я считаю, что ученый сегодня, конечно, не должен быть только администратом, он должен заниматься наукой. Обязательно. Александр Григорьевич, к нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Мне хотелось бы узнать, у нас после чернобыльской реакции пошли уже химические распады таких атомных элементов, как титан, октан, уран, бутан, которые длительного действия, ну, распады идут. И в дальнейшем будет ли кто контролировать, как после аварии, когда контролировали какие-то международные контрактные системы. Спасибо за звонок. Прокомментируйте, пожалуйста. Что касается элементов, которые назвали, конечно, данные элементы сегодня контролируются. Конечно, больше внимания уделяется основному дозообразующему элементу, это ЦИЗИ-137. На втором месте идет Стронций-90. И по загрязнениям, если брать, то большое внимание сегодня уделяется трансурановым элементам. Это таким, как Плутоний-238, Плутоний-239, Плутоний-240 и Америца-241. Что касается этих элементов, фактически 2% территории Республики Беларусь загрязнено в результате чернобыльской катастрофы трансурановыми элементами. Но, как правило, эта территория, которая примыкает сегодня к Чернобыльской станции, это 99% этих радионуклидов выпало на территории Полесского государственного радиоэкологического заповедника. И там за ними ведется наблюдение. За ними ведется мониторинговое исследование. На жизнь населения никак они не влияют, да? Потому что люди там не проживают. Да, на сегодняшний день это прилегающие территории. Это, в первую очередь, это Наравлянский, Хойниковский и Брагинский район. Но такие исследования, конечно, ведутся. На сегодняшний день учеными Института радиологии разработаны только три методики, которые позволяют определять трансурановые элементы. При биологических объектах это и в почве, и в растениях, и в биологических образцах. То есть, это образцы, которые получаются при добыче и диких животных. И, например, также при убое животных сельскохозяйственных. То есть, сегодня нормативная база, не нормативная, а методологическая база усовершенствована. Мы можем определять трансураны на уровне 1 милибеккереля. Поэтому мониторинг на сегодняшний день, спустя 30 лет после Черноводской катастрофы, ведется фактически по всем радиоизотопам. И лаборатория Института сегодня аккредитована на 62 вида исследований. То есть, мы можем определять все изотопы во всех объектах окружающей среды. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, насколько эффективно, на Ваш взгляд, сегодня используется в экономике разработки Института? Ну, что касается наших разработок, конечно, Институт и создан для того, чтобы разрабатывать сегодня различные рекомендации, разрабатывать сегодня различные технологии для загрязненных территорий. Особенно это в ведении сельского хозяйства, в растеневодстве, в жиросноводстве, в ведении лесного хозяйства. Поскольку без них сегодня, если бы их не было, то мы бы не могли так решить проблему сегодня Чернобыльск. Но они могут и оставаться на бумаге, да? И только вот в Ваших сборниках. А вот насколько они работают сегодня и приносят отдачу экономическую? Ну, я могу сказать, что сегодня, вот за последний только период, десятилетия, Институтом разработано и внедрено порядка 63 различных разработок научных. Это рекомендации, это технические условия на корма, Это различные элементы технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Значит, средняя окупаемость наших разработок, значит, на один вложенный рубль, порядка полтора рубля составляет эта окупаемость. Именно разработок Института. Что касается, например, таких, ну, можно сказать, разработок, которые были в рамках всей республики, это 57 хозяйств, где была проведена переспециализация, то есть изменение направления ведения сельскохозяйственного производства. Вот, это фактически коснулось не только Гомельской области, это Могилевской. Основное направление, которое мы рекомендовали, это те территории, где невозможно сегодня производить продукцию молоко на продовольственные цели, было рекомендовано заниматься выращиванием специальных местных пород, шевролей, лимузин, и получать мясную продукцию. Это особенно для тех территорий, которые имеют высокую плотность загрязнения стронцем, и где невозможно получать, например, молоко по содержанию стронца, поскольку сам жесткий норматив сегодня в Республике Беларусь содержание стронца молоко, это 3,7 бекереля на литр. Вот, поэтому было рекомендовано этим предприятиям заниматься именно мясным скотом. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Разработками Института радиологии поинтересовались, конечно же, наши корреспонденты. Внимание на экран. О том, что Гомельская область наиболее пострадавшая от катастрофы на Чернобыльской атомной станции, знают, наверное, все. В списке особо загрязненных 13 районов. Отселены 356 населенных пунктов, причем 60 деревень снесли и захоронили. Проживающее здесь население уменьшилось почти вдвое. С 1 миллиона 600 тысяч до почти 900 тысяч. И хотя радиоактивная ситуация за последние 30 лет изменилась, однако определенные меры безопасности нужно соблюдать и сегодня. Институт радиологии, Министерство по чрезвычайным ситуациям, головная организация, исполнитель государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. За прошедшие годы здесь накоплен значительный опыт практической реализации защитных мер в условиях широкомасштабного радиоактивного загрязнения. Количество разработанных рекомендаций и патентов, полученных в лаборатории по ведению животноводства, можно позавидовать. Ученые стремятся максимально оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию, предлагая конкретные и, как правило, относительно недорогие методы уменьшения дозы радионуклидов в продуктах питания и организме местных жителей. Так, реальную угрозу для населения на некоторых территориях в последнее время стало представлять козье молоко, на употребление которого стали переходить жители пострадавших территорий. Содержание радионуклидов в этом продукте до 10 раз выше, чем в молоке коровьем. Однако проверяется оно крайне редко и что на самом деле употребляет население, в некоторых случаях не знает никто. Между тем, еще несколько лет назад в институте разработаны добавки, позволяющие снизить уровни радиации до допустимых норм. Производится комбикорм-концентрат с ферроцином. Он распространяется бесплатно жителям проблемных пунктов, там, где были случаи зарегистрирования производства молока выше 100 бекерелей на литр. И люди его скармливают своему скоту, и это дает хороший эффект. Как альтернатива мы разработали соли-брикет с арбентом ферроцином, Поэтому все желающие могут на уровне районных исполнительных комитетов, сельских советов и депутатов делать заявки на завод-производителей. Однако здесь не все так оптимистично. Предприятиям просто невыгодно производить продукцию, если ее объемы не исчисляются сотнями тонн. Да и само население часто нормами безопасного проживания на загрязненных территориях пренебрегает. Еще одна проблема в том, что до недавнего времени в Беларуси не было нормативов на содержание в овощах стронция в связи с чем эта продукция могла быть включена даже в школьный рацион, не говоря уже о повседневном рационе сельчан. Ситуация стала изменяться только с принятием соответствующего технического регламента таможенного союза. В результате некоторым сельхозпредприятиям заниматься овощной продукцией вообще запретили. Однако на огородах сельчан ее можно увидеть и сегодня. У нас не нормировался стронция в овощах. А в техническом регламенте таможенного союза о безопасности пищевой продукции есть норматив 40 бекерелей. И мы с помощью своих моделей для наиболее загрязненных районов южных провели такую работу и оценили риски получения этой продукции. Второе отличие – это норматив на мясо. У нас 500 бекерелей, там 200. То есть этот норматив 2,5 раза жестче нашего внутриреспубликанского. И мы вот тоже провели работу, выделили сельскохозяйственные организации, в которых возможен риск получения мяса с превышением именно 200 бекерелей. И сейчас разрабатываем рекомендации для этих сельскохозяйственных организаций. Анализ оценки рисков в направлении для Института радиологии достаточно новое. Сегодня ученые могут с высокой степенью вероятностью сделать кратко и долгосрочный прогноз по любой территории с разработкой рекомендаций по безопасному проживанию и ведению сельхозпроизводства. Когда речь идет уже не просто о возрождении, а об эффективном социально-экономическом развитии постчернобыльских районов, возможные риски и угрозы нужно исключить максимально. В первую очередь решать экономические проблемы. В государственной чернобыльской программе предусмотрен целый раздел, который касается реализации специальных инновационных проектов, направленных на создание новых производств, новых рабочих мест. Кроме этого, Институт занимается научным сопровождением специальных инновационных проектов, реализуемых в сфере АПК. В первую очередь, это использование наших разработок в плане оптимизации использования загрязненных радионуклидами сельхозугодий с целью получения максимальной урожайности и снижению перехода радионуклидов в продукцию растеневодства и животноводства. Вы смотрите «Диалог», заместитель директора Института радиологии Александр Подоляк сегодня у нас в гостях. Действительно, многие разработки внедряются, но отслеживаете ли вы их дальнейшую судьбу? К примеру, сменилось руководство предприятия, да? Или ухудшилось финансовое положение? И о рекомендациях просто забыли? Или производитель невыгодно маленькую партию выпускать, а покупателю просто 100 тысяч тонн продукции не нужно? Вот как вы находите решение таких проблемных моментов? Ну, конечно, это очень сложный вопрос сегодня. Чтобы произвести какие-то рекомендации сегодня, разработать технические условия ученому надо порядка 4-5 лет для того, чтобы разработку разработать и внедрить в каком-то сельскохозяйственном предприятии. Что касается, конечно, непосредственно, то здесь большая задача внедрения научных разработок, но, как правило, у самих, например, те же сельскохозяйственные предприятия не всегда есть средства для того, чтобы внедрять научную разработку. Конечно, иногда у них бывают более насущные на данный момент вопросы. Конечно, первое, это надо купить топливо, это надо купить новую технику. А чтобы, например, внедрять разработку, тоже надо, если мы берем, например, отработку технологий возделывания какой-нибудь сельскохозяйственной культуры, то предприятие, где мы внедряем, оно должно соответствовать соответствующим требованиям. Вы мониторите эту ситуацию? Да, мы ситуацию, конечно, сегодня мониторим. Сколько заявили о том, что берут на вооружение ваши разработки, и сколько в реальности потом, спустя несколько лет, их выдерживают? Ну, как правило, выдерживают. Ну, например, если мы возьмем сорта зерновых культур, которые мы сегодня рекомендуем, то, как правило, это на протяжении 4-5 лет они внедряются, возделываются, а потом идет новое сортообновление, то есть фактически надо проводить новые исследования для того, чтобы говорить о том, что касается разработок, которые, например, вот я говорил о разведении, например, мясного скота. 57 хозяйств занималось на сегодняшний день. Реально, что касается Гомельской области, фактически одно сельскохозяйственное предприятие, это КСУП Комаринский, которое не отошло именно от этой технологии, и которое и сегодня занимается разведением пород, мясных пород скота. Но здесь, как бы, экономические условия сыграли большую роль, поскольку они начали, грубо говоря, заниматься не производством мяса, а перешли на воспроизводство, то есть они начали разводить эти породы и продавать, например, в другие регионы, даже в Российскую Федерацию, что, грубо говоря, есть специалисты в этом хозяйстве, которые с экономической точки зрения просчитали, чему выгоднее сегодня заниматься. Ну вот еще одна фраза в сюжете меня зацепила. В результате некоторым сельхозпредприятиям заниматься овощной продукцией вообще запретили, однако на огородах сельчан ее можно увидеть сегодня. Что это значит? Производить, значит, не надо в промышленных объемах, на экспорт отправлять, тем более, а у себя на огороде, пожалуйста, что хотите выращивайте. Если это крупнотоварное производство, то, естественно, сегодня заниматься овощами, например, в первые годы не было норматива, здесь сотрудник института сказала об этом, норматив по стронцу был только введен на картофель, это 3,7 бекиреля на килограмм, специфика рациона. В те годы, конечно, белорусы потребляли картофеля больше всего, это порядка 250-260 килограмм на одного человека в год, овощей потребляли значительно меньше, поэтому норматив, конечно, был введен на продукт, который потребляли больше всего. Ну, а какие культуры вы бы посоветовали на пострадавших территориях все-таки? На пострадавших территориях не высаживать, конечно, сегодня, если это высокоплотное загрязнение стронца, отказаться сегодня от бобовых культур. Это бобы, горох на сегодня. Предпочтение все-таки лучше отдавать крестосветным, это капуста, это, например, также томаты надо возделывать, огурцы. Ну, я бы посоветовал, конечно, если высокоплотное загрязнение цезием и стронцем, то все-таки использовать закрытый грунт, это возделывать в теплицах непосредственно овощные культуры и потреблять их в пищу. Ну, а что касается овощной продукции, конечно, если ее приобретать сегодня в торговой сети, то здесь организован очень жесткий контроль. И тут уже можно не бояться. И, естественно, не бояться сегодня той продукции, тех овощных культур, которые мы сегодня приобретаем в торговой сети, это стопроцентно, что она соответствует по содержанию радионуклидов, существуем санитарно-гигиеническим нормативами. А что вы знаете о разработках ученых по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС? С таким вопросом к гамильчанам обратились наши корреспонденты. Давайте выслушаем ответы. Ну, я знаю, что люди занимаются, эта проблема большая, ее нужно решать. И я думаю, что это по силу нашим ученым. У нас квалифицированные есть и профессора, и доктора, науки, академики, которые в состоянии решить эти вопросы и ликвидировать эти последствия. Потому что последствия серьезные, с ними надо работать. Ну, а подробную информацию, конечно, это нужно заниматься этим вопросом. Я слышала, планируются какие-то мероприятия по обеззараживанию разораженных земель. Вот только чем засевать и когда, вот, ну, не помню. Я, честно, не знаю, не знаю разработок никаких. Я не знаю, что делается конкретно, но думаю, делается. Ученые занимаются, но, во-первых, не все опубликовывается. Это ж не все полностью опублика... Не... До нас не доводят все сведения. Точно так же, как в Чернобыле, взорваться, нам же сразу это все не оповестили. Я, например, как вот не ученый, а обыкновенный человек, я не могу понять, что можно сделать. Это надо годы, чтобы пришли, и не 20 лет. Ведь радиация, это же радиация. Это же не то, что там грипп взяли, вирус придумали там ученые, укололи, да, вирус против гриппа, люди меньше болеют. А что вы радиация? Радиация, все, это годы, полвека надо ждать, полвека, чтобы что-то там изменилось. Я знаю, что исследования были нашим радиологическим институтом, но суть и с чем результаты нет. Не знаю. Наверное, здесь разнообразие всего. Смотрят и экологию, смотрят и воздействие этой радиации на человека, на его здоровье. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе Института радиологии. Александр Григорьевич, по вашему мнению, не являются ли такие ответы гомельчан свидетельством того, что недостаточно ученые сегодня популяризируют свои открытия и свою науку? Да, Ольга, я с вами согласен на сто процентов о том, что, конечно, ученые используют для демонстрации своих разработок, это, как правило, научную литературу, это пишутся научные журналы, научные статьи, научные монографии, которые сегодня, ну, не каждый обыватель может сегодня пойти в библиотеку и ознакомиться с наработками, которые имеются в институте. Конечно, мы стараемся сегодня, у нас был филиал, который занимался непосредственно информационной работой, это белорусское отделение, российско-белорусский информационный центр, но, к сожалению, он остался в министерстве по чрезвычайных ситуациях, мы перешли в Национальную академию, поэтому, конечно, у нас есть одно из подразделений, на которое сегодня будет возложена эта работа. Что касается, например, обучения специалистов, поскольку, ну, 30 лет прошло после катастрофы, и сегодня меняются, то есть меняются специалисты, приходят молодые специалисты в хозяйство, которые расположены на загрязненных территориях, поэтому в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы, то есть это информационный раздел, мы проводим 4 семинара ежегодно именно для специалистов сельскохозяйственного профиля, это агрономов, зотехников, ветеринаров, радиологов, которые есть сегодня в загрязненных территориях, ну, и также фермерских хозяйств, где сегодня ученые, мы знаем, что, например, на базе института привезти сегодня трудно, поскольку не каждый сегодня имеет возможность, например, с того же хозяйства приехать на такой семинар. Поэтому мы организуем их так, что мы собираем ведущих своих специалистов и едем сегодня в район. А вот как вы относитесь к таким заявлениям, что эта информация не является достаточно открытой и доступной для поступков? Нет, я бы сказал, что это не так. Сегодня у нас по статистике фактически в каждой семье два компьютера имеется, поэтому каждый может зайти на сайт или департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, или зайти на сайт, например, Института радиологии, и можно все-таки посмотреть и ознакомиться с теми, какие происходят мероприятия, какие проводятся семинары, также размещены памятки. Вот я могу показать вот такие, например, как «Вы собираетесь в лес», например, где показана основная информация по Лунинецкому лесхозу для Брестской области, где подробно расписано, здесь есть карта, например, этого лесничества, где показано, где можно, например, собирать грибы, где нельзя. Подобные карты, я так понимаю, что они ведь в каждом лесничестве, наверное, есть. Да, конечно, они сегодня есть в каждом лесничестве, то есть тот, кто не ленится, может подойти в лесничество или в лесхоз и посмотреть, например, территорию, какая плотность загрязнения этой территории и где можно собирать, например, те же ягоды или те же грибы. А человеку вообще, как Вы думаете, нужно знать, какую дозу облучения он получает, к примеру, в течение года? Потому что радиации вокруг нас много и она из разных источников и природных в том числе. Ну, конечно, говорится, каждый житель хочет знать, какую он получает сегодня дозу, но согласно нашего законодательства суммарно годовая доза для нашего населения не должна превышать одного миллизиверта в год. Что касается персонала, то есть, например, меня, который работает в этой сфере, суммарно годовая доза составляет 20 миллизиверта в год. Ну, это потому что Вы на территориях бываете, да? Да, потому что мы работаем, мы относимся к категории персонала, мы проходим медицинский осмотр ежегодно, то есть мы свою работу, жизнь связали непосредственно с решением этих проблем. А вот для обычного человека, насколько большую дозу он может набрать? Вот это много или мало? Набираем мы за год эту величину? Ну, что касается, например, суммарно годовой дозы, которая больше одного миллизиверта, сегодня на территории Республики Беларусь это 78 населенных пунктов. Всего лишь 78 населенных пунктов. Ну и, как правило, это доза, которая может превысить один миллизиверт, это связано у тех людей, которые сегодня не соблюдают, например, нормы поведения на данной территории. Это браконьеры, которые занимаются добычей животных, которые занимаются ловью рыбы, например, на территории, которая сегодня это относится к территории зоны отселения или отчуждения. И также, как правило, у них может превышать суммарно годовая доза больше одного миллизиверта. Ну, что касается населения, ну, еще раз, доза внутреннего облучения, которая в первые годы, это было, в принципе, основной дозообразующий продукт, это было молоко в коровье. Но с течением времени, вот ближе, после 30 лет, это все-таки смещение идет у нас, это лесная компонента, это дары леса, тех территориях, которые имеют плотное загрязнение 5 и более, курино-квадратный километр по Цезию. А вот здесь, наверное, есть какая-то доля недостаточной информированности населения, да? Потому что время от времени вот появляются какие-то сенсационные, в кавычках, новости и про молоко, и по поводу зерновых, которые не имеют в действительности никакого отношения. А вот в лес мы не боимся ходить. Да, в лес мы сегодня не боимся ходить. Что касается сенсационных заявлений, то, конечно, они появляются. Как правило, это ближе к 26 апреля, к очередной годовщине. Ну, как правило, сенсации бывают, потому что, ну, как правило, для обывателя, например, тот же дозиметр, который сегодня просто ставят на проверку и показывают, например, цифра 503 или 506, это, грубо говоря, проверка, которая говорит о его работоспособности. Ну, и в прессе часто бывают такие случаи, когда просто показывают, что мощность гамма-излучения на данной территории, например, такая. Но это, как правило, это неправда. Просто значит, что прибор в рабочем состоянии находится. Да, прибор находится в рабочем состоянии. Ну, вот в этом же, видите, и опасность, что не для специалистов какие-то приборы, даже если они бытовые, все равно, вот, видите, представляют какую-то такую вот секретность. Ну, секретность сегодня у нас есть два предприятия, которые занимаются производством дозиметров. Это наше государственное предприятие «Атомтех». Вот. И второе – это «Полимастер», это частное предприятие, которое… Найти можно, да? Ну, по желанию можно сегодня приобрести любой дозиметр, но начальная стоимость начинается порядка 200 долларов сегодня и выше. Там, например, если купить дозиметр в форме часов, там «Полимастер» производит, ну, он стоит порядка 2000 долларов. Александр Григорьевич, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Да. Мы вас слушаем, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот Кармянский район, деревня Высокая, там за деревней был знак радиации в сторону Сажа, его уже убрали. Это интересно. Радиации там нету вообще? Значит, колхозы там сено не убирают. Извините, пожалуйста, вопрос такой, там есть радиация или нету радиации? Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается Кармянского района, да, относится к категории пострадавших, то есть есть там загрязнение эйцезием, есть загрязнение эстронзом. А знак почему убрали? Что касается убрали знак, я на этот вопрос затрудняюсь ответить, почему убрали знак, но... Это в местном сельсовете, наверное, лучше поинтересоваться, что со знаком случилось. Я могу спросить у своих непосредственно в сельском сельсовете, вы, Ольга, правы, или, например, у руководства ближнележащего хозяйства, почему сегодня нету знака, который... Но если карма не заготавливают, значит, ну, серьезная ситуация там, да? Если не заготавливают карма, ну, это трудно сказать, что он заготавливает или не заготавливает, потому что, ну, надо конкретно разбирать этот населенный пункт и смотреть эту информацию. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, поручите вашим специалистам именно по этому населенному пункту. По этому населенному пункту, чтобы они посмотрели, да. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона нашим редакторам, и я думаю, что попозже вы рекомендации все получите более подробные и будете знать, чего вам стоит опасаться, а чего не стоит. Скажите, пожалуйста, в мировом сообществе, насколько известен сегодня Институт радиологии, ваши разработки представлены в мире? Ну, конечно, сегодня у нас очень широко развито международное сотрудничество. Мы сотрудничаем с научно-исследовательскими учреждениями Франции, Норвегии, Японии, потому что, например, для них обеспечение радиационной безопасности – это тоже своего рода проблема. Мы непосредственно обмениваемся сегодня своими наработками, это рекомендациями, монографиями, также публикуем совместные статьи в ведущих журналах международного уровня, такие как «Радиопротекшн», то есть «Радиозащита». Ну, сотрудничество у нас сегодня налажено. Особенно в Японии, наверное, да, которые тоже вынуждены справляться с такими же проблемами. Что касается института, то мы ежегодно проводим тренинг-курс на базе института по обеспечению радиационной безопасности, вот, например, различных объектов и атомных электростанций. Как правило, совместно с французскими нашими коллегами из ЦЕРМ и АКРО есть такие научно-исследовательские учреждения, где порядка 20-25 молодых специалистов приезжают сюда, к нам, в институт, в Гомель, и проходят недельные курсы, где читают им лекции ведущие ученые в области радиационной защиты, радиационной безопасности, сельскохозяйственной радиологии, как специалисты из Белоруссии, так и с Франции, и с Японии. То есть наших слушателей также очень широк спектр тех стран, откуда приезжают. На прошлых курсах были специалисты из 11 стран. Ну, это признание авторитета, конечно, показатель. Это о том, что сегодня институт признан в мировом сообществе, и, естественно, наши разработки, они пользуются авторитетом. Скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич, какую оценку дают специалисты? Какие последствия аварии на Чернобыльской АЭС нам еще предстоит преодолеть, и сколько времени на это понадобится? Ну, какие основные проблемы на сегодня мы должны преодолеть? У нас 246 тысяч гектар сельскохозяйственных земель было выведено из сельскохозяйственного оборота. Были выведены потому, что они имели высокую плотность радиоактивного загрязнения по Цезию. Это больше 40 кюрино-квадратных километра, или более 3 кюрино-квадратных километра по Стронцу, или более 0,1 кюрино-квадратных километра по Трансурану. За этот 30-летний период, который прошел 17,5 тысяч гектар, мы ввели сельскохозяйственный оборот. Ну, естественно, мы должны сегодня... Разработана единая концепция управления территориями отселения, отчуждения совместно с нашими российскими коллегами, поскольку у них тоже имеются такие земли. Ну, и эту проблему, естественно, надо решать. А если говорить о временном каком-то промежутке? Ну, временной промежуток, это еще порядка 60 лет, понадобится и ученым, и управленцам, для того, чтобы мы могли, ну, как-то полностью говорить о том, что проблему мы полностью решили в Беларуси. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Вам также спасибо за хороший вопрос. Заместитель директора Института радиологии Александр Подоляк сегодня был у нас в гостях. Благотворные вам субботы и хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова